Как известно, туризм является одним из приоритетов развития Алтайского края. Причем в последние годы появляются новые направления туризма, к примеру, туризм медицинский. А алтайские курорты предлагают своим пациентам уникальные методы оздоровления. Что такое медицинский туризм и может ли он стать самостоятельной и привлекательной отраслью туристической деятельности? Как краевые власти намерены помогать новому направлению? И насколько конкурентоспособны алтайские курорты в сфере оказания медицинских и оздоровительных услуг? Об этом мы поговорим сегодня. Это программа «Ваша партия» и я, ее ведущий, Артем Кудинов. А к разговору я пригласил моих гостей из Белокурих, из Барнаула. Это главный врач санатория России Ирина Медведева. Здравствуйте, Ирина Михайловна. Это победитель чемпионата Сибири по массажу Екатерина Воронова. Здравствуйте, Екатерина. И временно исполняющий обязанности заместителя начальника управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу Елену Евсюкову. Елена Владимировна, рад вас приветствовать в нашей студии. Здравствуйте. Что говорят и пишут на эту тему. Что это такое, каковы вообще перспективы этой отрасли туризма в нашем регионе? Елена Владимировна, наверное, вам как замначальник в РИО, замначальника управления, первое слово. Пожалуйста. Да, действительно, это очень интересное и перспективное направление, на наш взгляд. Потому что на сегодняшний день, понятно, что в сфере туризма конкурировать во многом сложно с историко-культурным наследием Центральной России. Тут уж не поспоришь. Золотое кольцо, все прочее. Петербург, Москва. Наш регион, ну, как и любой другой регион, он должен искать свою уникальность. Ну, безусловно, это и природа, и погода. Но, помимо этого, благодаря плодотворной работе администрации края на протяжении ряда лет у нас был сформирован уникальный медицинский комплекс, медицинский кластер. И на сегодняшний день уровень развития этого комплекса позволяет обеспечить не только потребности жителей региона, но и уже задуматься о привлечении дополнительного потока людей, которые именно едут сюда за высокотехнологичной медицинской помощью. Они специально приезжают для того, чтобы полечиться, поправить здоровье, оздоровиться там и так далее. Осознанно выбирая наш регион для прохождения лечения не только в рамках обязательного медицинского страхования, но и за свои деньги. Поскольку цены нашего региона на сегодняшний день они очень конкурентоспособны, высочайший уровень медицинского персонала и оснащенности клиник. Ну и плюс, наверное, сама так сказать экологическая обстановка все-таки привлекает, наверное, здесь и восстанавливать здоровье после каких-то операций, наверное, проще, да, вот, так сказать, реабилитировать, что называется, да, медицинская? Пожалуйста, Ирина Михайловна. То есть, как бы, турпоток растет именно медицинского и оздоровительного туризма. Так скажем, медицинских туристов, да, так скажем. Да, то есть, и в сфере того, что сейчас у нас очень заняты наши, да, наши гости, да, скажем так, наши гости, жители нашего населения. Поэтому, конечно, очень большой пользуются спросом и диагностические программы в том числе. Елена Владимировна сказала о том, что у нас создана, ну, скажем так, материально-техническая база и кадровый потенциал достаточно высокий. Действительно так? Это действительно так. Вы вот как главный врач, вот ваше оборудование, оно, ну, как вот, ну, соответствует таким каким-то меркам достаточно высоким. Да, конечно. И насколько вы конкурентно способны, как курорт, к примеру, с вашими коллегами там из других регионов, да? Мы конкурентно способны, потому что наши вообще, наши санатории, скажем так, санатории Белокурихи являются многопрофильными учреждениями. Они оснащены по последнему, скажем так, поколению и техники в том числе, и ультразвуковой диагностики, и всех специалистов они проходят обязательно и специализации, и обучение, и семинары, и участвуют в форумах, что способствует, конечно, профессиональному уровню их. Поэтому, да, конечно, мы готовы принимать наших туристов и, как бы, оздоравливать их. А этот поток, он уже, вот вы действительно ощущаете, что люди специально едут, не просто попутно, так сказать, приехали отдохнули, а заодно и здоровье поправили, а именно специально едут для того, чтобы получить квалифицированную, качественную медицинскую помощь, да? Есть запросы, есть запросы. Елена Владимировна, вы ощущаете этот поток? Он действительно оформился? Мы его не только ощущаем, мы его формируем. Мы же уже не первый год в этой тематике работаем, и вот на сегодняшний день уже по оценкам мы можем сказать, что в чистом виде медицинских туристов за первый квартал более двух тысяч зафиксировано. Этого года, да, уже? Да, понятно, что с одной стороны мы формируем этот туристический поток за счет продвижения, информирования и на выставочных мероприятиях, и через форумы и так далее. С другой стороны, это вот, что действительно сопутствующий поток, то есть люди, приезжая в санатории, они имеют возможность... Приятное с полезным, что называется, да? Да, с возможностями, в том числе, прохождения лечения на базе наших клинических учреждений и санатории, их инициативу в этом отношении тоже поддерживают, то есть может быть организован и трансфер гостя в лечебное учреждение и так далее. То есть получается очень такое удачное сочетание и лечения, и дальнейшего препровождения отдыха. То есть и вот медицинский комплекс, который существует и создавался годами в Алтайском крае, и туристическая инфраструктура, дороги, сервис и так далее, все это в совокупности и создает предпосылки для развития медицинского туризма. Вы, кстати, сказали, что вот около двух тысяч за первый квартал, да, вот этого года. Откуда к нам едут люди? Просто интересно. Из дальнего, так сказать, ну не зарубежья, а из... А вы не поправляйтесь, все верно. Из дальнего зарубежья тоже. Из дальнего зарубежья тоже, я знаю. Ну вот я уже как говорила, да, у нас очень конкурентные цены. Если взять с центральной Россией, да, сравнивать, это два-три раза. Ниже. У нас ниже. Конечно, ниже. То есть даже с учетом транспортной доставки здесь удачное совмещение лечения, отдыха и переезда. Поэтому, если говорить по структуре существующего потока медицинских туристов, то где-то 50% его составляют, конечно, регионы России. Ну, в первую очередь, это центральная Россия. То есть европейская часть вы имеете в виду? Европейская часть. А остальная половина все-таки... Около 30%, поскольку мы пограничный регион, это, конечно, Казахстан. Чуть поменьше, это более отдаленные страны-содружества. Ну и большой перечень иностранных государств, где там около 1% от турпотока составляет. Но я вам скажу, что... Дальние зарубежья, так называемые. Да, это и Германия, и Израиль, и Испания, и Италия. Даже из Испании, Италии и Израиля едут. Ну, поразительно, конечно. Ну, значит, есть куда расти, значит, есть перспективы. Екатерина Владимировна, вопрос к вам. Вы являетесь победителем чемпионата, да? Да. Расскажите, что это был за чемпионат, чем вы занимаетесь. И вот мы сейчас говорим о медицинском туризме. Вы-то сталкиваетесь с людьми, которые приезжают из других регионов для того, чтобы, ну, может быть, в том числе и вашими услугами воспользоваться. Поскольку вы такой уникальный специалист, судя по всему. Пожалуйста, расскажите о себе немножко. Я участвовала, да, в 2017 году в чемпионате. В прошлом году, условно говоря. Да, в прошлом году, да, я участвовала. Собралась я, конечно, на него спонтанно. Готовилась за две недели практически до чемпионата. Неожиданно так это для меня произошло. И для меня этот чемпионат, наверное, стал таким прорывом в моей вообще карьере. Потому что я, во-первых, повысила свои качества услуг, ну, прям очень сильно. Ну, свой профессиональный уровень. Да, 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 профессиональный уровень. А во-вторых, я познакомилась очень с хорошими людьми. Очень много увидела своих коллег, которые тоже достойные. Посмотрите, я вам посоветую. Хотите познакомиться со многими хорошими людьми, занимайтесь массажем, да? Да, массажем. Изучайте массаж. Да, и участвуйте обязательно в чемпионате, да, потому что там очень много знакомств хороших. Какие-то дружбы завязываются, опытом делимся, да, и мы как-то вместе растем, получается, каждый по-своему. Также, конечно, вот у меня с чемпионата произошел такой, как бы, тоже переломный, наверное, такой момент в хорошую сторону. Это то, что я стала сейчас уже преподавать. То есть мне предложили… У вас появилась, наверное, своя школа, ученики и так далее, да? Да, и свое… А вы вот расскажите, мне просто интересно, вот массаж, что это такое? Каким массажем я занимаюсь? Многие побывали там за границей, да, там, в Таиланде, да, там, тайский массаж знаменитый, попробовали. А вы вот чем, ваши, так сказать, техники, методики, может быть, умения отличаются от всего, что привычно и знакомо многим уже? Да, я в основном работаю с лицами, то есть я косметолог все-таки… С лицами, с лицом, то есть? Да, да, с лицом, да. С лицами, да, в том числе, понятно. Я, на самом деле, изучала много видов массажей по телу тоже. У меня медицинское образование и медицинские, лечебные массажи, но все-таки мне больше нравится косметология. А почему массаж лица? Вот что это? Больше эффект приносит? Я так понимаю, что это в основном женское? Ну, в основном, да. Для женщин, да? Да, это продление молодости, так скажем, красоты, сияния наших внешних красот всех. Вот, поэтому, ну и это пользуется спросом, потому что все-таки женщины в основном за собой так активно, хотя мужчины в последнее время тоже стали очень… К вам обращаются. Да, стали обращаться. И даже, ну, разные возраста, то есть и возрастные, так как хотят все-таки тоже продлить молодость, да, и также молодые. Потому что сейчас очень большая психоэмоциональная нагрузка на людей, большой поток информации, и люди немножко не справляются с тем… То есть это еще и как бы возможность снять стресс, наверное, да? Да, да, нейроседативные, да, какие-то эффекты получить. Екатерина Владимировна, Екатерина, у меня вопрос такой, вот, в принципе же это тоже, господа, это же тоже часть, то, чем в качестве медицинского туризма, как услуги может привлечь, так сказать, наш Алтайский край. А у нас в Алтайском крае существует своя школа массажа, вот вы говорите, у вас появились ученики, то есть мы как-то выделяемся на вот сибирской туристической карте, вот может быть вот в этой именно сфере, вот в плане массажа. Я знаю же, у нас чемпионат чуть ли не первый в Сибири проводился, или один из первых, да? Ну давайте, я здесь, наверное, расскажите, вот справочку, да, да, да. Почему мы, собственно, поставили для себя целью проведения таких чемпионатов? Потому что, ну, во-первых, у нас единственный федеральный курорт за Уралом, это Белокуриха, и нужно понимать, что порядка 9 тысяч мест размещения в санаторно-курортной сфере, они предполагают работу большого количества массажистов. Что такое массаж? Ну, это понятно, это оздоровительное воздействие на организм, не медикаментозное. И вот это, по сути, направление возможностей, восстановительных возможностей организма человека за счет вот этого воздействия. Поэтому специалисты, через чьи руки проходят люди… Ну, это еще, помимо всего прочего, приятная процедура, вообще, надо сказать. Приятная, приятная, приятная. И то, что полезная, но еще и приятная. Полезная, и это, наверное, те первые специалисты в лечебном процессе, с которыми большинство отдыхающих сталкиваются. Поэтому вопрос квалификации специалиста, массажиста, он принципиален. Поэтому мы в свое время создали этот чемпионат совместно с Национальной ассоциацией массажистов. И вот в этом году он у нас в пятый раз будет проходить, юбилейный. Он позволяет как раз выявить наилучшие практики специалистов, работающих в этой сфере. И, ну, так, если рассуждать, это медицинская методика, да? То есть люди работают с медицинским образованием. Направлений массажа огромное количество. Так вот, нам проведение… Алтайский массаж. Когда они появятся, говорят, есть тайский, а может быть появятся алтайские. Позволяет взять из этих методик лучшее. И, возможно, в дальнейшем, ну, есть у нас такие задачи в том числе, создать свою уникальную методику алтайскую. Екатерина Владимировна этим и займется, я так понимаю. Вы поручите как чемпиону, да, как победителю всевозможных соревнований. Тем более у вас, видите, педагогические таланты вдруг обнаружились, помимо, так сказать, всех прочих косметологических. Мы очень рассчитываем, что она в Алтайской регионе. У вас, кстати, в вашем санатории наверняка тоже целая группа массажистов, не один наверняка работает. Нет, конечно, не один, потому что и наши гости всегда и во всем, то есть, в общем, массаж на первом месте стоит. То есть ни один отдыхающий, ни один наш гость не отказался от массажа в пользу какой-либо другой процедуры. Она противопоказания, по-моему, не имеет, это всем полезно. Ну, нет определенной, но в любом случае, по крайней мере, ни один гость, и всегда они довольны нашими услугами. И, конечно же, мы также участвуем в нашей санатории, участвуют и в форумах различных, и в соревнованиях, да, и занимаем отнюдь не последние места. Поэтому, конечно, это очень хорошо, это обмен опытом, это замечательно. А вообще какие виды медицинского туризма? Ну, вот мы вот про массаж сегодня поговорили, у нас такой гость, чемпион прямо, можно сказать, приехал. Поэтому есть повод поговорить о массаже отдельно, специально. А вообще, какие еще направления вот в Алтайском крае, чем мы можем привлечь медицинских туристов, так вот мы уже как бы называем их, что у нас в Алтайском крае вот конкурентно способно, какие преимущества у нас есть, например, там, условно говоря, опорно-двигательные, органов движения, да, как раз говорили в одном фильме, или там сердечно-сосудистую систему, или вот просто вот скажите. Ну, конечно, первонаперво, наши курорты, белокурихий курорт, это учреждение, это сам курорт федерального значения, который бальнеологический курорт. То есть наши термальные источники... Бальнеологические, это что он лечит? Это наши термальные источники, радоновые источники, которые лечат именно опорно-двигательную систему. Ага, понятно. Вот, опорно-двигательная, ну, конечно же, сердечно-сосудистая система, органы... Нервную систему. Нервную систему, эндокринная патология обязательно, урологическая сфера, то есть как бы спектр, конечно же, большой, вот. Вот, и вот это, конечно, способствует тому, что все наши бальнеологические курорты, они определенный поток имеют, то есть как бы и к нам приезжать не один раз, и несколько раз, то есть многократно. То есть у вас свои пациенты уже есть? Конечно, конечно. Как постоянные, которые к вам приезжают, знают вас прекрасно, и вы их уже, наверное, знаете. И мы их уже знаем, да. Ну, это хорошо, когда есть такое взаимопонимание. Помимо лечебно-оздоровительных, конечно, это экстремальный туризм тоже, он имеет место быть, то есть как бы и в Горном Алтае, пожалуйста, то есть экстремальные виды туризма, и рафтинги, и сплавы различные. Главное, чтобы после вот этого вида туризма не обращались к вам потом, да, чтобы все было нормально. Елена Владимировна, в этом году в Барнауле пройдет 4-й Сибирский международный форум по оздоровительному медицинскому туризму. Расскажите о том, когда он состоится вообще, о чем речь пойдет. Вообще такое, как бы, важное мероприятие, международный форум. Ну, и вообще у нас, по-моему, не первый раз уже проходит это мероприятие. Как вы оцениваете предыдущие, может быть, вот эти форумы? Форум пройдет у нас действительно уже четвертый раз. Ориентировочно, вернее, уже точные даты известны. Ну, в октябре, насколько я помню. 17-го, 17-го октября этого года на площадках Барнаула и Белокурихи. Поскольку он вбирает в себя разнонаправленные мероприятия, касающиеся и медицинского туризма, и оздоровительного туризма. Но, кстати, в сфере оздоровительного туризма отдельное направление – это wellness и спа. Тоже очень перспективное, поэтому мы его вниманием… И тоже, по-моему, достаточно, так сказать, это направление представлено очень. Да, Белокуриха абсолютно правильно развивают сферу предложения, скажем так, и формируют, в том числе и востребованные направления релакса. Откуда гости приезжают, участники вот этого форума? Со всей страны? А международно, если значит, это откуда? Со всей страны, зарубежные эксперты. Нам же здесь интересно собрать на нашей площадке тех профессионалов, которые действительно могут с учетом специфики развития нашего региона дать какие-то рекомендации, поделиться опытом. Поэтому всегда мероприятия форума, они проходят в такой очень живой беседе. И вот многие решения, в том числе и чемпионат по массажу, эта идея возникла как раз в рамках форума. Это самая, наверное, как бы, самая фишка, да, как вишенка на торте, да, вот если взять в целом вот это мероприятие, а чемпионат вот этот, это, наверное, как вершина. А какие-то еще мероприятия? Это самое красивое мероприятие, зрелищное, скажем так. Судя по участникам чемпионата, по участнице одной. Конечно, формат остальных мероприятий, он более деловой. Это взаимодействие медицинских организаций и туристического сообщества по формированию именно туристического продукта, медицинского туризма. Тут невозможно. Тут, с одной стороны, и туристические должны предприятия, и медицинская отрасль. Совершенно верно. А у нас, крайне-то, удается найти общий язык? У нас развита инфраструктура и медицинской сферы, и туристического сообщества. И вот сейчас, как бы, одна из задач форума, как раз совместить две эти сферы и создать конкурентноспособный продукт. Удается совмещать? Договариваться удается? Ну, судя по туристическому потоку, нам это уже удалось. Потому что он растет, да. Все хорошо, я понял. Да, поэтому нужно понимать, что мы, конечно, в этом направлении в самом начале. Многие зарубежные страны, они на этом пути продвинулись. Ну, что говорить об Израиле, да? Куда сумасшедший поток идет. У них очень грамотно эта система выстроена. Почему бы нам эти элементы не взять? И в европейских странах, в Германии. Да. И мы привлекаем этих экспертов, привозим сюда, разговариваем. Более понятно становятся схемы взаимодействия. Мы проводим профильные мероприятия по специфическим каким-то направлениям. То есть, да, wellness, спа, новые технологии, новые тренды. Безусловно, мы не можем не ориентироваться на запросы потребителей, да. Так вот, одна из секций, она всегда у нас посвящена изучению потребностей отдыхающих. Что нравится, что не нравится, что лучше. Вот новинкой, наверное, этого форума станет тема питания. Оздоровительного питания в санаторно-курортных организациях, в wellness-отелях и так далее. Это очень перспективная тема. И с учетом последних научных разработок, она, конечно, позволяет еще более усилить те результаты, которые могут быть достигнуты в плане лечения. Питание – это такое направление, которое как предела в совершенству нет. Всегда можно развивать, совершенство, улучшать. Возможно, здесь вот как раз еще одно красивое мероприятие появится. Это конкурс шеф-поваров. Шеф-поваров, да. Да, санаториев. Ну, мы планируем, по крайней мере, такое организовать. Мне особенно интересно, если по моей комплексе, то это я бы с удовольствием посетил. Хорошо. Ну, Екатерина Владимировна, давайте все-таки вернемся снова к вашей теме. Вот по поводу чемпионата мира по массажу, который пройдет в рамках Сибирского международного форума, о котором Елена Владимировна сейчас рассказывала. Сколько в этом году ожидается участников? Больше, меньше? Откуда они? И вообще, с вашей точки зрения, мы уже коснулись этой темы, но помимо знакомств, повышения профессионального мастерства, что это дает в том числе туристической курортно-санаторной сфере Алтайского края вообще? Эти соревнования, это мероприятие? Ну, дает повышение своей все-таки квалификации, действительно, каждого участника, который принимает участие, ну, опять же, всякие опыты, знакомства. Ну, и, наверное, популяризация вообще, в том числе и наших курортов, и санаториев, и туристического потенциала. И, в конце концов, есть специалисты, люди будут знать, кому они свое тело или лицо доверят, чьим рукам, что есть специалисты, кому действительно обращаться. Все-таки по чемпионату, сколько в этом году участников? Ну, здесь, наверное, не я, да. Давайте, да, давайте. Все-таки организатор. Все к вам, все вопросы, Ирина Владимировна, сегодня ваш бенефис, пожалуйста. Действительно. Ну, у нас ежегодно прирастает количество участников. В прошлом году это было около 35 участников со всех регионов Сибирского федерального округа, поскольку чемпионат у нас, прежде всего, Сибирского федерального округа. Ну, это надо понимать, что это лучшие приезжают. Конечно. То есть это не просто вот 35, все, которые в Сибири есть, их на самом деле там десятки и сотни, наверное, а приезжают, наверное, уже лучшие. Конечно, те, которые могут представить свои уникальные методики и свой опыт и знания. Потому что оценку производит профессиональная команда жюри, где, безусловно, специалисты с медицинским образованием, ну, у нас обычно так разбивается, что в состав жюри входят 6 человек. При этом 4 человека — это именно медицинские специалисты, которые отсматривают технику массажа, качество и так далее. То есть соблюдение медицинских технологий. Ну, и что касается произвольной программы, здесь, конечно, уже присоединяются и специалисты из сферы СПА, которые с точки зрения холецистического подхода в том числе могут оценить работу специалиста. Ну, а самих-то подопытных-то, вы спрашиваете мнение, их учитывается как-то, кто-то скажет, что «мне вот особенно приятно вот у этого мастера». Я вам скажу, что на подопытных очереди. То есть желающих много, да? Желающих больше возможностей. Лечь, так сказать, и попасть под эти манипуляции достаточно приятно. Потому что это, конечно, отдельное удовольствие, получить массаж от профессионалов. А, кстати, вот участников на вот это первенство, их как отбирают? Вот эти 35 человек, да, вот вы сказали, они как? Или просто все желающие подают заявки, или как вот этот отбор происходит? У нас есть несколько номинаций. Есть номинации и для самостоятельных, потому что, ну, если человек хочет развиваться, это абсолютно правильное направление. И где, как ни в конкурентной борьбе, он попробует свои силы. Как физическое лицо, индивидуально такое, как бы… Да, то есть регистрация открыта на сайте «Визит Алтай». Вот она у нас с 1 июля будет стартовать. И у всех желающих по этой номинации будет такая возможность. Безусловно, есть коллективная номинация, где уже свои команды, как бы, представляют юридические лица. То есть санатории, гостиничные комплексы. Вот Ирина Михайловна здесь поскромничала, конечно, в прошлом году… А мы сейчас спросим ее поподробнее, пусть расскажет. А не санаторий… Ирина Михайловна, в прошлом году что вы, о чем Елена Владимировна вас заставляет рассказать? Наши коллективные, наши участники, и в том числе наши специалисты ручного массажа, команда завоевала номинацию «Золотые ручки». Это в командном зачете? Это в командном зачете, да, конечно, это очень приятно. Во-первых, это очень даже, вы знаете, конкурентно способно даже в какой-то степени, потому что люди спрашивают, люди интересуются наши гости. То есть они хотят попасть уже к этим специалистам, уже попробовать. Этот массаж, да, ну за что… У вас, наверное, в холле где-то висит, в золотой рамке, как полагается, чтобы каждый, заходя, так сказать, с чемоданом, сразу увидел, куда он попадает. Что здесь как бы не хухры-мухры, да, но… Не совсем холли, конечно. Ну, на ресепшене там или где там обычно. Конечно, есть информация для наших гостей. Ирина Михайловна, вопрос еще, и потом будем, наверное, потихоньку завершать. Все-таки, вот Елена Владимировна сказала, что мы в начале пути только начинаем этим так серьезно, основательно, системно, я бы сказал, заниматься. Тем не менее, есть у нас потенциал. В чем наши конкурентные преимущества? Можем ли мы конкурировать с другими регионами? Потому что борьба за туриста, за отдыхающего очень жесткая сейчас, да, и мы вписаны в том числе и в глобальный рынок. То есть, вот приезжают из Израиля там отовсюду, да, то есть мы как бы становимся частью вот мировой вот этой индустрии, да. Насколько мы вот конкурентоспособны, насколько мы можем бороться. Наши здравницы готовы принимать наших потенциалов. Уровень соответствующий. Уровень соответствующий. И себя. Про себя понятно, что вы только хорошо скажете. Да, конечно. Про коллег, может быть. Про коллег, все здравницы, Белокурихи в том числе, да, я могу сказать только про Белокуриху, сейчас я говорю про нее. Вот, все здравницы, они все-таки многопрофильные ящики. Да, мы Россия, поэтому как бы... Да, Сибири, как минимум, я думаю. Поэтому, как бы, конечно, в любом случае все специалисты во всех здравницах проходят, все поддерживаем и уровень специализации, оборудование. Позволяет. Позволяет, конечно, оборудование, оснащение, инфраструктуручное. Вся инфраструктура, все условия, комфорт, все это соответствует, да? Конечно, все это, то есть и гостиничный комплекс, и питание, и проживание, и лечебный. Это еще присвоят скорую соответствующую, и все будет в порядке. Конечно. И, Владимир, вы как считаете, можем, есть у нас основания и потенциал занять достойное место на вот карте медицинского туризма всей России, так скажем? Мы, скажу больше, мы можем создать эту карту медицинского туризма и быть на ней первыми. От вас она начнет как бы и формироваться. Да, потому что практик сейчас формирования, их не так много, это единичный опыт. И наш регион, вставая на путь этого развития, он, по сути, выступает флагманом. И начав отрабатывать, допустим, под запросы туристов, да, наиболее коммерциализированное направление, это, наверное, косметология. Как бы абсолютно понятные частные клиники, которые готовы в этом направлении были работать. Поэтому старт мы в прошлом году взяли именно с развития этого направления. В текущем году мы хотели на форум взять как раз рассмотрение вопросов стоматологии. Потому что лечение, прохождение лечения в нашем регионе по этому направлению, оно тоже очень конкурентно способно. Это хорошие стоматологи, к нам приезжают, я знаю, из соседних регионов, едут из-за границы. И поэтому в этом направлении нас очень поддерживает Минздрав Алтайского края. Мы, конечно, в тесном взаимодействии с ними отбираем и клиники. И сейчас формируем тот пул, который будет у нас на форуме представлен под информационный тур, под эти клиники. Это такая база будет ваша, с которой вы будете уже работать вот так серьезно. Вот эти два направления, они что называются в разработке. Косметология и стоматология. Конечно, более серьезные направления, они требуют более масштабной подготовки. За все хвататься будет странно, надо с чего-то начинать и двигаться постепенно. Екатерина Владимировна, ну а вам что? Ну, у меня к вам вопросов нет. Единственное только пожелание успешного выступления на грядущем чемпионате. У вас еще есть время серьезно подготовиться, да, позаимствовать, может быть, опыт ваших коллег, может быть, своих учеников научить. Ну и в октябре, да, в октябре это все чемпионат будет. Да, пожалуйста, Илья Владимировна, что-то хотите добавить? Да, чемпионату очень хочется добавить, что он, поскольку юбилейный, пятый в этом году, мы... То есть форум четвертый у нас, а чемпионат уже пятый. Чемпионат уже пятый. И поэтому в этом году мы вводим еще одну номинацию, именно для того, чтобы поддержать начинающих специалистов. То есть это выпускники медицинских колледжей и специалисты, работающие до одного года в этом направлении. Такие стартапы, да? Да, отдельная номинация, где они смогут себя показать, безусловно, их будет команда профессионального жюри оценивать. И вот самые интересные в этом направлении их возможности, да, не только повысить уровень своего мастерства, но и привлечь внимание работодателей, которые как раз смотрят. Да, я думаю, будет у мастеров, у чемпионов. Ну что ж, будем завершать. Сегодня мы говорили о медицинском туризме и перспективах его развития в Алтайском крае. А помогали нам разобраться в этой проблеме наши сегодняшние гости. Это главный врач санатория России Ирина Медведева. Спасибо, Ирина Михайловна, что приехали из далекой Белокурихи, но близкая нам по духу. Это победитель чемпионата Сибири по массажу Екатерина Воронова и временно исполняющий обязанности заместителя начальника управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу Елена Евсюкова. Господа, спасибо, что пришли. Мне кажется, был очень интересный разговор. Ну а телезрителям хочется пожелать, берегите здоровье и не будьте пешками в этой жизни. Всего доброго, встретимся через неделю.